Всем привет! Я хочу вам сегодня предложить меню блюд на 2-3 рабочих дня. Рассчитаны продукты на семью из трёх или четырёх человек. Блюда, предложенные на завтрак, обед и ужин, вы можете их подкорректировать под себя. Начнём с завтраков. Итак, мы рассчитываем на три завтрака. Первый завтрак. Здесь у меня 400 грамм гречки. Отвариваем гречку и распределяем на два завтрака. Первый завтрак. Гречневая каша с молоком. К чаю можно подать печенье со сливочным маслом. Второй завтрак. Половину отварной гречки. Добавляем сливочное масло и поджариваем по одному яйцу. Подаем кофе с сыром. Третий завтрак. Омлет. 6 яиц. Баночка зелёного горошка. Зелень укропа. 100 миллилитров молока. Готовим омлет на сковородке. Также можно приготовить кофе или чай. И подать с печеньями или же с сыром. Следующее блюдо. Борщ. Готовим с куриной грудкой. Здесь у меня 600 грамм. Борщевая заправка, которую я готовила на зиму. Смотрите ссылочку под видео, я оставлю, как готовить. 3 картофеля. И подаем борщ с отварным яйцом, со сметаной и зеленью. Следующее блюдо. Зразы картофельные с мясом. Здесь у меня картофеля 1,3-1,4 кг. 500 грамм свиного фарша. Можно фарш брать любой. Свинину с говядиной или свинину с куриным фаршем. У меня здесь свиной. 2 луковицы, 1 яйцо, крупа манная. И панировочные сухари. Картофельные сразы с мясом можно подавать с квашеной капустой. Если у вас нет квашеной капусты, можно подавать с салатом со свежим огурцом и помидорами. Следующее блюдо у нас. Торт творожный. Без выпечки. Вы скажете, какой торт? Рабочая неделя. Времени нет. Этот торт готовится очень быстро. В течение 20 минут. Торт этот можно приготовить. Понадобится. Здесь у меня 800 грамм творога. 400 грамм печенья. Но печенья посмотрим. Может меньше уйдет, может больше. Масло сливочное. Где-то пол пачки уйдет. Сметана 200 грамм. Булка хлеба. И фрукты. Все блюда, которые я назвала, готовятся очень быстро. В течение 2 часов это все можно приготовить. Я готовлю все одновременно. Ставлю варить гречку. Сразу же ставлю варить бульон. И ставлю варить картофель для сразу. В это время, пока у меня все варится, мне достаточно 20 минут, чтобы приготовить торт. Все блюда будут приготовлены отдельно. Смотрите ссылочку под этим видео. Сегодня мы будем готовить борщ с куриным мясом. И с любимой моей заправкой для борща на зиму. Вы убедитесь, что готовится очень быстро. И получается очень вкусный борщ. Приготовим вместе. 600 грамм куриной грудки. Нарезаю мелко. В кастрюлю налила воду, поставила на плиту. Добавляю нарезанное мясо. Довожу до кипения. И варю в течение 20 минут. При варке мяса появляется вот такая пенка. Можно слить и промыть мясо. Или же можно снять вот так вот пенку, пока еще не закипело мясо. Мясо проварилось 20 минут. Добавляем к мясу 3 картофеля, нарезанные брусочком. Доводим до кипения и варим до готовности картофеля. Картофель сварился. Добавляю в борщевую заправку баночку. Накрываю и даю время закипеть. И провариться 3 минуты. Так как мы борщ не солили, добавили в борщевую заправку. Она у нас соленая. Теперь попробуем на соль и на перец. Досаливаем по вкусу. Добавлю 2 лавровых листа. И дам еще провариться. Добавляем сметану. Вареное яйцо. И сверху посыпаем зеленью по вкусу. Мы с вами приготовили вкусный борщ. Заходите в гости еще. Всем пока.